анекдот что боже почему ж ты я такой несчастный ты ничего не делаешь ты хотя бы батарейный билет купи потому что мало желания и он начинает говорить что я знаю очень много систем автоматизации которые нарушают вот эту вот последовательность просто птичка не ставит потому что ты должен сообщить тебе кто-то должен обещать и это все делается как это ротом то есть это не действия обычно это надо вот сказали ротом произнеси при этом какие-то магические говорит последствия когда человек в том как произносит что-то что вроде бы и так очевидно то мир изменяется а это как раз и есть эта теория речевых актов все это происходит в действительности слов но слова меняющий мир они особые какие-то особые слова ты человек которые меняют мир они просты кто-то что-то обещает кто-то что-то просит разрешает не любое высказывание там здесь а я прошу чтобы их был равен здесь я обещаю что их будет равен 10 это вот мне вот эти вот высказывания меняет мир потому что за ними есть полномочия по изменению мира это транса произведет это и другого мира это как бы кружочки а тут вот произведена самодеятельность самодеятельность сюда не попадает в это рассмотрение вы будете удивляться то есть это чисто мир координации мы говорим о координации вот далее мало того что должен быть факт сдан то есть я должен сказать готово или хотя бы условный знак или положительное условное место потому что если вы сделали работу никто не будет знать что вы сделали и факт принят и неучет вот вот этой вот общей схемы во многих и многих и многих проектах приводит диким ошибкам погодите то есть вот каждый красная стрелочка эта транзакция нет а транзакция это вот все вот вот это она транзакция просто в этой схеме должны быть следующие действия вот эту последовательность крутится вот все время и вообще ничего не начинается если не сработала вот эта последовательность она далее у него конечно вложена красные стрелочки желтые попросил красные стрелочки это операции это отдельные координационные действия смотрите продукт под действие продуктом одно вот оно факт произведен производственный факт произведен а вот эти кружочки ничего в физическом мире не происходит там ля-ля вот схема ну это схема тех ля-ля без которых не работает организация но это договоренность договоренность ну а правильно это то что делает людей вот ровно вот эти вот акты элементарные они делают из мучки людей предпринятие ну они меняют состояние там анархию потому что вот анархия это анархия это как бы уже не анархия уже там кто-то кому-то обещался нет другие вопросы можем ли мы верить можем ли мы не верить но в этой схеме очень много интересного например вы можете обещать и честно верить что вы произвели то что попросили но просто надо разобраться и поэтому есть вот принятие этого факта если нет в каждом месте вы можете выскочить из этой схемы вы можете отказаться например вас просят я занят или а чё ты меня просишь я пиццу делаю ты ко мне по поводу логуфема или сказать вообще не ко мне это нормальная производственная ситуация зачем это еще отличается я свой тезис если в каком-то моменте вы поняли что дальше эта схема не проходит вы выходите из этой схемы выходите в диску и вы начинаете договариваться что происходит если не договорились всегда есть кто-то кто решает ваше противоречие при этом как вы считаете кто там высшая инстанция высшая инстанция конечно это суд то есть если никого кто решает ваши противоречия мы не договорились сделать всегда есть суд который по определению рассматривает проблемы по существу не по закону не почему централизованный или может быть децентрализованным ведь не волнует потому что вы можете пойти к вашему начальнику но есть понятие можно на форум есть два режима первый режим это координация как только вы поняли что вы не скоординированы вы не знаете как вы организованы что-то пошло не так причем оба считаете что да нет все так первое вы не поняли попытались договориться не договорились что идет дальше эскалация проблем третий вы вылетели вот не можете никого ну из реализованный контракт на юрисдикции это нет проблем лучше эти слова тоже понимаю без суда все равно нельзя 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 но то что мы видим сейчас вот всякие да вы проще это попытки построить систему как у нас не может на форуме там как консенсус да ну пожар на базар ответственность как-то ответственность деньгами несутся почувствуйте разницу почувствуйте разницу я вам говорю он сам проверен нам то что я рассказываю оно выходит как бы сильно за пределы того что обсуждается в консенсусе который имеется в виду вот там консенсус по доверию я вообще не про доверие блокчейн блокчейн а грузи мне апельсин он я как бы не умею я вообще не понимаешь не может да я вот я пришел далее кому мне обратиться я там уверен что блокчейн должен мне он молчит он просто операцию не выполнит почему беда этот беда с точки зрения клиента который пришел и он думал и он думал меня сплясать сейчас чечет это не означает что я не могу но я могу вот просто встать молчать ну так что вы думать что я отказываюсь потому что не могу или отказываюсь потому что я подхожу блокчейн откуда я знаю что он будет что не может так это же методом проб и ошибок делать один раз подошел не выполнил второй раз не придет они образованы он просто туда не заходит я не могу поговорить по поводу его компетенции за что он возьмется что он мне пообещает мы можем блокчейн и подключить искусственный интеллект ой это другая ситуация да вот тут вот сложно но смотрите те блокчейны которые мы видим сейчас им до искусственного интеллекта как до луны искусственный интеллект конечно меняет вот итак мы видим что есть актор в обычном мире и он живет в двух мирах и это очень важно он живет с одной стороны в мире продукционном то есть он может делать действия а с другой стороны он живет в мире координации а с третьей стороны а с третьей стороны на самом деле он выходит в диску из этой схемы вообще и начинает договариваться вот по какой вот что там в производственном мире что вы имели ввиду да про чечетку продукты по содержанию или там про апельсины а с другой стороны про мир координации имеет ли право человек отказать не имеет права знаете есть такие рестораны вот мы обсуждали в ресторанах это ты продаешь вообще любое блюдо кое-как меню не входит нет нет такого вот чтобы отказать завтра мы обсуждали что там всегда это любой вопрос ответили переадресуют дадут телефон куда обратиться но не скажут что мы этим вопросом не занимались это консервис там популярный сейчас что бы не случилось там у меня заболело что-то да ну тебе помогут по любому вопрос обратите внимание что у вас есть вот это вот схема в которой вы работаете всегда когда вы попадаете вне схемы когда нет схемы и вот это вот тезис моего доклада что пока вы не начнете учитывать ситуации когда схем нет и говорит что в этом случае делать как это встроенная схем что в этой схеме есть встроенная схему там ворка выход к работодателю выход к начальнику нет начальника выход в суд ну как бы вы всегда попадаете куда-то и начинаете обсуждать мир координации состояния ответственности и это что пробовать бы обещание предъявление выполненная работа акцент результатов отказы но не отказы смотрите не отказы мира продуктивности отказы как бы что-то вообще сделано проблематизируется выходом в дискурс когда у вас вот тут сбои вот тут вот когда идут сбои то вы получаете отказы неакцепты то есть когда вот тут что-то не так пошло вы выходите в мир координации договариваетесь а если не договариваетесь еще один выход и вы начинаете договориться по поводу координации ресурсов кто это разруливает ну так оно и уверено но смотрите люди же не очень эффективно тоже проводят дискурсы ужасно вот как раз коллеги говорят про искусственный интеллект большинство эскалаций может либо решить более эффективно чем человек нет 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 что-то вы мне какие-то сказки рассказываете про искусственный интеллект Какой именно искусственный интеллект? Когда мы говорим про людей, вы понимаете, что я, мой сын 14-летний, это сильно два разных человека, а вы это еще другое. Вот берем любого другого, все разные люди. Так какого вы из искусственных интеллектов имеете в виду? Учитывая, что даже люди такие разные. Я имею в виду, что если большинство людей замыливают, то, например, замылить может даже любой чат. И чат. Поэтому, смотрите, с моей точки зрения абсолютно без разницы. Там искусственный интеллект, естественный интеллект. Главное, чтобы была позиция, которая вообще не может быть. Чтобы мышление там было. Вот то, что я говорю. Системное мышление, которое теперь просто всеми своими схемами заставляет об этом думать. Вот все мои слайды, они про это, что там есть вот это место. И оно и спрашивает, что у вас тут. Если у вас тут дырка, ага, отлично, не надо нам вашей системы. Не надо такого предприятия, не надо того... Почему все эти адхократии... Я не могу вот эти холократии говорить, потому что адхо это, понимаете, адхок, как придется. Значит, я же читал людей, которые оттуда выскакивают. Там невозможно. Там непонятно, кто за что ответственность. Долго выясняешь, что там должен жить. У тебя мозг туда должен работать. Они же, опять же, как пожар не распространяются. Почему? Ну, порда. Потому что они не говорят, что делать, когда что-то идет не так. Кто принимает решение. Там нет вот той самой ответственности. Организованности. Вот. И нет тем самым отношения иерархического. А как нам Кен Майлутер говорит, что если у вас нет иерархии, то сигнал будет вечности. Потому что всегда есть возможность хопнуть вот так иногда, да? А если вы будете там что-то долго перебирать, то проблема может. Слишком сложно. От протокола зависит передача. От протокола зависит. Там много чего. Ну вот, ладно. Значит, смотрите. Следующий вопрос, который я хочу поставить, это вопрос о том, что мы должны рассматривать, когда мы рассматриваем автоматические системы, мы должны рассматривать принципиал-агентские отношения. Почему? Первое. Есть агент, который философский агент. Значит, это просто нечто, что способно принимать какие-то решения, настроить какие-то там цели, ну, в действиях способное нечто или нет. Смотрите, когда я говорю агент, я автоматом говорю, что это может быть искусственный интеллект, тот самый Artificial General Intelligence, да? И человек. И вот он агент. Классно. Смешались кучу коней, люди, и грохот тысячи орудий. И конь у меня, если он умеет принимать решения агентства, то вы помните, что через интернет очень хорошо. Любая собака, она не известно, никто же не знает, что это собака. Чат-бота они вот сюда, вот все классно. Вроде бы, да? А есть второе понимание агент. Потому что есть агенты и есть принципиалы. То есть, если ты агент, то есть кто-то, кто тебе поручит что-то делать. Тебе же никто не поручил, ты же сам себе поручил. Я говорю, эре, если ты не организация, а ты автономен, да, в обществе не живешь, в организации не работаешь, ты как бы у тебя натуральное хозяйство имени себя одного, я признаю такую точку зрения, такую либертарию, что его предметы, вот моя рубашка, это продолжение моего тела, священное право собственности, это классно. Да? А потом мы хотим ракету на Луну оставить, запустить. Там коллективы. К сожалению, да. Мы как бы из анархии должны вылепить вот там пару тысяч человек, которые делают ракету, какие-то вот товара. Мы автоматом оказываемся в предыдущих слайдах. Там, где вот эти пошли обещания, выполнения, да. Это означает, что есть какие-то поручения, и кто-то должен по моему поручению сработать. Ну, иначе не организовано. То есть есть распоряжение ресурсами, и какие-то люди должны давать друг другу поручения, и главное, добровольно их потом выполнять, и это не рабство, это как бы все нормально, потому что это и есть координация людей. Да, погодите, а люди или агенты? Потому что вот в моем понимании агенты... Агенты, агенты. Агент это субъект. Агент, да, субъект. Но тот момент, тот момент, когда я говорю, что я не в состоянии пойти там в суд, защищать интересы... Но мне в этот момент не важно. И он пойдет, он будет договариваться от моего имени по поручению, и я хочу иметь... Тогда это объект... В ДАУ, как бы моя программа будет принимать решение, выполнять мои контракты, принимать контракты на исполнение. Погодите, то есть у него же нету тогда своего собственного воли, и он тогда является некоторым просто исполнителем вашей воли, и тогда он является объектом, а не субъектом. А если он самостоятельно принимает... Когда вы нанимаете агента какого-то, детектива, берем классический, я специально беру случай, когда слово агент. То есть он, конечно, он не шумит вокруг, он детектив, он работает чисто по вашему поручению. У него, когда конфликты интересов, он как-то их разрубливает. Когда вы берете как агента брокера, который должен для вас торгануть на бирже... Но он сам принимает решение... У вас отбегают принципал-агентские отношения. Да. То же самое есть принципал. Но он свои. И есть тот, кому поручили. И совершенно необязательно это часть агента. Точнее, часть принципал. Просто если вот с этой точки зрения все-таки вопрос рассмотреть, то ZDAO, если как агента рассматриваете как субъекта, то абсолютно незаконно его уничтожили. То есть он выполнил правильно, его создали, он работает, он живет, он выполнился, а его уничтожили. Точнее, закон написал. Так, его написали закон, то есть его создали в момент, когда его в блокчейн поместили. Все, он создан, он живой. И потом вы раз и убивали. Что вы говорите? ZDAO. Прописанный в коде. Код закон. А, то есть вы еще и из легистов. Что это? Вообще говоря, когда вы обсуждаете законы, все делятся на двух. Есть легисты, которые говорят закон, это вот то, что написано. Если диктатор сказал, что девушки должны улыбаться на улице, потому что если девушки не улыбаются, это же не порядок. Девушки должны улыбаться. Кто не улыбается, это против вообще дневного порядка. Диктатор сказал. С их точки зрения, это закон. Глупый, плохой, ну как бы дура, да. Ну и вы примерно так же про это да. А есть те, которые говорят про правозаконность. Они говорят, если диктатор сказал высокую дурацкую закон, то почет и уважение тех, кто его не выпал. Ну а мы же живем в программистском мире. Мы знаем те режимы, при которых вот эти вот диктаторские законы, они начинаются с невинного, а потом все хуже, 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 хуже. Людям становится плохо, но все по закону. Расстрел 500 тысяч человек, все по закону. А чем отличается монарх от самодержца? Погодите, здесь же... Самодержец, он говорит, убить такого-то. А монарх издает высочайший указ, убить такого-то. С точки зрения людей абсолютно правильно. А с точки зрения программного кода... Нет, смотри, с точки зрения программного кода. А мне все равно. Мы сейчас про агентов говорим. А какой там? Программный код – это программный код. Вот ровно поэтому программный код тупой. Вот ровно поэтому он и не работает. Ровно поэтому ваши дурацкие программы обсуждаются о маргинальной части общественности. Потому что шаманов, которые анимируют стул, анимируют флипчарт, говорят что есть душа вот в этих пикселях на экране потом они подходят к коду и начинают мне говорить что код это такой же анимированный агент с душой закон волноправный участник процесса ребята вы чё оболтели в каком веке живем ну анимирование так как бы еще ниже чем монотеистические религии еще как бы на более предыдущей ступень и артёк попал шамана кровь не возвращается я готов обсуждать агентов которые принимать какие-то решения но мы же уже обсудили решение принимать это выходить диску принимать решение по поводу себя не выходит диску чего не агент ну продолжение руки и тела священная собственность это я понимаю то есть получается вот надо проектировать на храм образом тот же самый задал момент возникновения ошибки то есть когда к нему клиенты обращаются что типа тебя ошибка он должен был как бы в его коде апеллировать к некоторым вышестоящему там суду и и там уже должно было разбирательство в состоянии или не хочет да он сам один не может не так да то он должен кому то апеллировать то есть мы же понимаем что система систем тут вот вопрос нам дали ра помните мы говорим что даже виталий куф не системная инженерия систем систем но она сводится к тому что все равно у нас системная инженерия там где вот системы систем вот нет никаких специальных не мог не мог придумать такого условно что все должны добавить надо со всеми советоваться то же самое дал бы не можем сказать что туда за проживание должны там все со всеми эти агенты вот живые да и для него они должны там с друг другом посоветоваться со всеми были умными а быть не не хуже чем их создатели а собственно они и есть сами создатели мы же говорим что создатели там внутри должен быть да то есть их нельзя вывести из системы после того как она по идее нужно проектировать роевой интеллект который там самоорганизующийся то есть и вы тем самым автоматом попадаете что основанные на логике системы агентские системы какой моде они были в конце 90 вы не можете себе представить то есть